Потому что в абсолютных значениях всего было выявлено свободных площадей внутри МКАД на уровне 166 тысяч квадратных метров. Здесь мне хочется сравнить с неожиданным сегментом офисным рынком, особенно в классе B. В первом я говорил о ставке 11 тысяч рублей, сейчас в среднем для класса B ставка 14 тысяч рублей. При этом в зонах за ТТК Юг, Восток, Север средняя разная ставка составляет 10-12 тысяч рублей. Уровень вакансий меньше средних, порядка 11%, но в абсолютных значениях это порядка 1,4 миллиона квадратных метров. За последнее время наблюдается крайне малый год нового структуративного качественного предложения. Буквально единичные проекты по годам в бизнес-центре Остаповский с офисными помещениями на 2-х, 3-х уровнях на Волгоградском проспекте. ЗАО «Интерсфера» в Печатниках, тоже в районе Волгоградского проспекта и Люблинской улицы. Турецкая компания «Турас» построила и реконструкция таможенного терминала «Норд-Пост» на юге Москвы. Отдельно хочется упомянуть городской формат спадских объектов. Что же в сутки городского? Это именно многофункциональный характер помещений в составе комплекса. В частности, очень интересный проект «Гринстор» на юго-западе Москвы, в форм-зоне, который предполагает наличие на одном уровне спадских помещений с морозильными камерами, на другом уровне пищевое производство, опять же, с регулированным температурным режимом. А на третьем этаже расположение теплиц на основе гидропольники и административных офисных помещений. И сразу же хочется рассказать о зарубежном опыте про проект в Париже. Париж вообще достаточно открытый город в логистике, что не очень стандартно для крупных мегаполисов мира. Что значит открыт? Это значит, что администрация города выделила конкретные площади под развитие спадских объектов внутри города. Как правило, это объекты бывшей железнодорожной инфраструктуры и старые предприятия. В частности, вот этот проект, который развивает босс-компания «Согарис», называется «Шахарин-комиссия логистик-отель», мне очень нравится такая подача, логистический отель, площадью 45 тысяч квадратных метров, имеет несколько уровней и по составу включает в себя совершенно различные значения. И логистический терминал, и торговые помещения, и офисы, и дата-центр. Ну и, разумеется, на крыше, ну не на крыше, точнее, на первом уровне земли будут обустроены теннисные корты и городская ферма. В спадам в городе тяжело. У нас, наш общий фонд с построенной недвижимости в Москве всегда им только уменьшается. Вместо него строится, как правило, жилье. Вот примеры последних заявленных проектов на разной стадии проработки. Буквально не данные новостяки, кто звучит, проект «ПИК», влюблено на месте летения механического завода 600 тысяч квадратных метров. ПСН-групп развивает промзону, но это, по сути, продолжение жилого проекта, жилого комплекса «Среда». Вообще, сейчас более 30 жилых комплексов развиваются на территории, на бывших территориях промышленных территорий. В совокупности это составляет примерно четверть от общего объема предложений на телевидении жилья Старой Москвы. В контексте таких преобразований хочется отдельно упомянуть о проекте развития территории Заречи. Это бывший деревоопрабатывающий завод в Печатниках. Там сейчас более 25-ти разных строений, в основном это класс «С», офисы, склады, которые даются в аренду. Так вот, по проекту, да, разумеется, доминанты это будет жилье, больше 300 тысяч квадратных метров. Но, что интересно, в проект включен также и многофункциональный центр, технопарк, производственный цех и объекты делового назначения. Это очень нестандартный функционал для жилого проекта, очень легко такое можно встретить. И отдельно хочется упомянуть важный момент. В рамках проекта включено строительство дома для программы реновации. В ближайшем будущем это может стать стандартным фактором для согласования многих проектов в Москве. Собственно, вот его визуализация. Это Москва-река, Николай-Перевенский монастырь, Димфланг. Другой ошибок в проекте является то, что жилье уже соседство, будущее жилье уже соседство с существующими упомянутым комплексом ЗАО «Интерсфера» и еще с пластским комплексом ПАССП на ШСН-90. Теперь о подобном же миссе, но на примере Лондона. Компания Сегро, которая является собственником-девелопером преимущественностовских проектов, сейчас развивает проект на территории Большого Лондона, в городе Хаес. Но это внутри окружной дороги. Вот это визуализация современных подушек в городе. На самом деле, это является частью политики компании по лоббированию проекта. Для того, чтобы построить площадку для развития объектов ЛАК-Андастрио, состав проекта был включен, также и почти половина территории отдана под жилое развитие. И все это развивается на бывшей шоколадной пабрике, которая принадлежала более старой компании «Истле». Собственно, вот, демплан проекта. Жилая зона предплодной проникает к складам, и город это одобряет. Ну, уже подходя к концу, есть понятные ограничения и сложности развития складского сегмента внутри города. Да, это дорогая земля, это недостаточно земельный ресурс, это, возможно, местами где-то трудности с согласованием проектов. Ну и, естественно, то, что складские проекты, они проигрывают в экономике другим назначением – жилью, торговле, офисам. Собственно, вот в Лондоне с 1,8-х на 46% снизился спросской фонд города, потому что на месяц рост жилье. Но, с другой стороны, то есть, по итогам анализа рынка, можно заметить, что в городе сейчас низкий уровень конкуренции, невысокие вакансии в качественном сегменте. Город уже часто заявляет, что объекты, которые создают рабочие места, но при этом также еще и способствуют обеспечению города товарными и услугами, важны в развитии Москвы. И, более того, сам рынок уже подталкивает в сторону сегмента городских складов, а именно на крупных международных центрах спрос на городские объекты уже усиленно растет последние 3-4 года. Во многом благодаря росту онлайн-продаж. Прогнозируется в Европе рост данного сегмента почти в 2 раза к 2021 году. На графике слева видно, как крупнейшая экономика мира Китая и США, насколько рост данного сегмента прогнозируется в ближайшие 4-5 лет. То есть, по сути, сейчас наблюдается такая ситуация, что в крупнейших городах старые площадки, типа Браунфилл, обретают второе дыхание. Многие компании готовы их приобретать, несмотря на низкий качественный уровень, например, то, что к инструкции где-то что-то не подходит, но просто ради того, чтобы быть ближе к потребителю. И, собственно, очень даже много об этом пишется. Компания Сибири даже проводила опрос о том, как потенциальных инвесторов куда бы планировать в 2018 году инвестировать, и наибольшее число ответов было в сторону спросской недвижимости. С чем это связано? Вот, допустим, в том же Лондоне сегмент складов, он, то, что отчасти экономика спросских проектов проигрывает другим коммерческим сегментам, это окупается более устойчивым характером сегмента складской недвижимости, то есть более устойчивым к кризисным явлениям. И... Все. Я прекратить мое выступление. Можно следующее? С точки зрения земельного ресурса в Москве на самом деле и вон есть. Это все те же промышленные зоны, промышленные территории, где можно равномерно развивать как жилье, так и бизнес-центры, так и объекты с простого назначения. При этом склад это более универсальная единица. Это не обязательно должно быть продвижным товаром. Это может быть и производство, это может быть и шоу-рум, это может быть и торгово-сквозское назначение. На самом деле, как бизнес едится, что сделано на данной территории, то пусть и будет возможность сделать. Следующий слайд. И современные проекты складской недвижимости, они могут замечательно сочетаться с общей городской визуализацией, не быть где-то запрятанным далеко в промзоне, чтобы не доходить, кто не видел. Наоборот, открыты бизнесу, открыты покупателям, специальным клиентам тех бизнесов, которые в них разместятся. Даже вот в недавнем исследовании Института Стрелки, который выпустил свод правил комплексной застройки городских территорий, отдельно отмечается важность равномерного развития городской среды, чтобы это было и жилье, чтобы это была и странская недвижимость, и коммерческая недвижимость. Можно завершать число. Спасибо. Мирослав, а можно только пару вопросов? Кстати, в продолжение того, о чем вы сказали, мы были на открытии одного из спадских комплексов в Туле, около Туле, вот там рассказывали, что в регионах, вообще, это фантазия, это чего такое, значит, в одном из спадских комплексов сделали панда-парк, страшно пользующийся популярностью, а во второй, используя высокие потолки, просто батутную секцию, открыли, потому что, по-моему, ну вот, замечательно, но я не об этом хочу спросить. Два момента. Значит, недавно, ну, знаете, наверное, что глава Москва архитектуры Евгелия Книжевская периодически проводит про завтраки, для пресса, вот я недавно на таком полувалок, речь шла как раз о промзонах, о тех промзонах, которые правительство, как бы, за которыми правительство Москвы оставило промышленное назначение, которые не будут застраиваться регионы, а вот та самая программа, да, вот те самые фундлоны, что, как бы, собственно, предполагается там строить. Значит, девять раз из десяти был ответ технопарк, по понятным причинам всем, хотя мы сегодня поговорим еще о работе технопарка, и так и все там сладко, как нам кажется. ну и один раз из десяти что-то там про офисы, может быть, про такую там, еще маленькая такая производка. Специально спрашивала, есть ли заявки на строительство там складских, ну или, скажем так, совмещенных со складскими комплексами, любого формата. Нет, ни одной. То есть не приходит? Не приходит. Ну, там же сейчас есть возможность у своих собственников, участков в этой промзоне, развивать их самостоятельно, не дожидаясь, пока город их заберет, а что с другим инвестором. Так вот, ни со стороны собственников этих самых, ни со стороны других инвесторов, которые готовы развивать эти территории, разговор о складах не идет вообще. Ни в каком виде. Это не удивительно, потому что ну, фокус внимания рынка, ну, всех игроков рынка, крупных девелоперов, брокерских компаний, консультантов, он в середину двух тысячных годов, вот, как привелось, как бы, первая идея качественная идея, что это привелось в Москве на 3-х. Но потом, в среднем двух тысячных, фокус сместился в область, где, ну, сейчас проект 12-9 миллионов квадратных метров качественности расходной древности классов А и Б. Поэтому, совершенно удивительно, что в Москве оставили вот все те площадки, которые существовали, в том, в том, в том, в том, в том, кто-то приходит, кто-то не халендует. И, ну, не было никакого движения в сторону того, что, ну, это не покойный жильеросклад, ну, как? Ну да. Между тем, вот как нам рассказывают эксперты, во многих мировых столицах и крупных городах, эксперты по городской логистике непременно включены вот эти объединения, занимающиеся развитием города, вообще определяющим стратегию. Это важно? Отдельно хотели обратить вот внимание на рынок на грим-кадре, потому что, ну, кстати, в Москве он тоже пересовался достаточно устойчивым спросом, даже в кризис времена восьмого года, четырнадцатого года, более устойчивым, чем объекты в области в Московском регионе. Также рост значения городского склада увеличивается в связи с тем, для большинства логистических компаний, ну, и вообще, кто выстраивал логистическую цепочку, вот было посчитано в европейских странах на затраты на доставку в последние мили, они могут достигать, там, доходить до 50-60% от общей стоимости всей логистической цепочки. Поэтому, да, можно хорошо иметь крупные компании логистические распределительные центры, там, 20-50 тысяч метров за городом, ласка, там, как, близкий сарк, и все прекрасно, под мудростью по магазинам. Но это только часть бизнеса. Многим компаниям важнее разместиться ближе к потребителям. И второй вопрос, вот та же самая компания Амазон, показывает прекрасный пример, как под складские нужны совершенно не обязательно строить отдельное складское помещение, а можно запросто и все. Ну, не говоря уже о подвальных помещениях, торговых центрах и так далее. Может быть, нам и нужны вот эти отдельные складские комплексы, а нам просто многофункциональные возражения используют. Я абсолютно с вами согласен. Кстати, Амазон, это, наверное, самый яркий пример масштаба сегмента и-коммерс, онлайн-продаж, в частности, было подсчитано, что общий странской фонд, занимаемый компанией Амазон, находится на уровне 9,3 миллиона квадратных метров. то есть, почти московские регионы, они могли бы здесь. А другой интересный момент, даже компания Амазон готова занимать старые помещения в Париже, в индустриальном парке, который возоснован еще в 66-м году, рядом с ароплотом Шарль-Де-Горик, компания недавно и села. Мы продолжим этот разговор, я осталась спасибо вам огромное. Коллеги, есть ли у нас уже тут какие-либо вопросы, давайте на экран, перед тем, как мы пригласим сюда, на сцену экспертов наших сегодняшних. Помашите мне рукой, если как-то мы можем что-то вывести. пока нет вопросов. Но вопрос про когда будут наливать. Есть из зала рука. Из зала поднимите. Да, пожалуйста. Давайте я вам покушусь и дам вам микрофон. Чтобы было слышно. Добрый день, меня зовут Вячеслав. Я являюсь директором промышленного парка восточный город Новосибирск. Но собственно сегодня достаточно много интересного и вы услышали. Со многим согласен абсолютно. Но прекрасно понимают, что существующий рынок идет от регионов потребителя. То есть основной потребителем надо обманывать себя. Это все-таки круглые города. Это Москва, это Санкт-Петербург. А остальные посреднические сборочные склады и так далее. То есть принцип прост. Есть комплекс, сборный груз, оттуда направление куда? Насква, на Петербург. Да, вольная часть России. Соответственно сейчас у нас объединение промышленного логистического парка восточный. Это несколько транспортно-логистических компаний, таких как Байк, Возник, Континент, Ротек, МОС-Логистика, Сибит-Контейнер, Альянс Трансторг, Магистраль. Крупные компании, которые давно работают на рынке, понимают, что делают, как это делать и так далее. У них есть собственные площадки. Они понимают, что старые площади или площади, находящиеся внутри непосредственно города, создают сложности с фурами. Потому что мы просто понимаем все, что мы жили в Советском Союзе, там были одни стандарты, сейчас другие стандарты. Есть машины, как выстраиваются, как выстраиваются сам, непосредственно склад, норма шага и так далее. Соответственно, сложность выезда, заезда, это пробки, это время, а время деньги. Поэтому компании приняли решение о том, что нужно выходить за пределы города и работать именно с большим транспортным потоком именно там. То есть приближаясь рядом к железнодорожным станциям, грузкам, контейнерам и так далее. Поэтому собственно мы организовывали парк и понимали, что у нас будут свободные площади. Тем не менее это был в Новосибирске первый коммерческий парк 100%. Он был совместно организован с Союзом транспортных логистов Сибири и Агент Стационного Развития Новосибирск области. У нас присутствует Зангерами Декора Агент Стационного Развития Новосибирск области. Проект для нас понятен. Мы вкладываем деньги, получаем понятный результат, но мы понимаем, что сейчас многие компании идут дальше. То есть те компании, которые сейчас задают в аренду площади и мне хватает возможности взывать это. Давайте сразу же к предложению или к вопросу. Что было? Предложение достаточно просто. у нас у нас сейчас есть свободные площади. Мы ищем партнеров, тех, кто умеет профессионально строить и хотим понимание, что нужно для данного региона, я имею в виду, Москвы, Санкт-Петербурга, что мы можем на своей площади построить под необходимость. чтобы не делать скажем так нелепо плечи. Да, понятно. Простите, а важно я вас попрошу, знаете, вот так вот кругом поверните, чтобы вас все видели, что коллеги, те, кто заинтересован в сотрудничестве, пожалуйста, запомните как выглядят и обратитесь в перерыве или после окончания конференции. Спасибо вам огромное. Да, спасибо за комментарий. У меня буквально один момент, очень важный вопрос был понят с точки зрения логистики, грузовых фур и прочего. То есть вот это страшно, что я по улице не буду делать, здесь не смогу переграть. Давайте просто представим ситуацию, когда в городе при отсутствии организованных мест для складирования товаров, что остается компанией? Просто грузовики, оккупируют город, развозя по всяким магазинам, точкам выдают потребителям. В то же время наличие качественного предложения, качественных объектов позволяет гораздо лучше структурировать грузовые потоки внутри города, что снижает этот весь негативный эффект, который страшны и администрации и жителям города. Спасибо большое. Ну а теперь давайте я приглашу экспертов сюда и мы продолжим и с вопросами вместе, на которые может быть не только коллегия из компании организатора, но еще и приглашенные эксперты смогут отвечать. Итак, пожалуйста, господа, занимайте свои места. Андрей Сармин, директор по развитию компании Комитас, компания Комитас спонсор сегодняшней конференции. Александр Никишов, коммерческий директор холдинга Строительный альянс и Строительный альянс тоже спонсор сегодняшней конференции. Александр Подусков, директор департамента девелопмента компании Кайр Пропертис и компания Кайр Пропертис тоже спонсор сегодняшней конференции. Яна Кузина, Фрейд Виллдж, правильно я на произношу Фрейд Виллдж, вице-президент по девелопменту И тоже спонсор сегодняшней конференции Огромное всем вам спасибо